Юные моряки из Новосибирска отправились в шлюпочный поход по Абскому морю, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В пути юноши и девушки посетят несколько населенных пунктов, где встретятся с ветеранами. Подробнее Дмитрий Антипов. Среди тех, кто ходит по воде, бытует множество суеверий и традиций. Так и у юных моряков. Один из них перед долгим путешествием получил право пройти обряд посвящения. Клянусь морю, клянусь парусу, клянусь морскому товариществу. В море идут не только юноши, но и девушки. Вера Шункова впервые села за весла еще в детстве. Была как в ближнем походе на 6-7 дней, так и в дальнем походе на 3 недели. Этим летом опять-таки решила пойти. Позвонил Андрею Михайловичу. Он сказал, что в связи с коронавирусной инфекцией и всем остальным похода не будет. Я очень сильно расстроилась. Через пару дней мне перезвонил, сказал, что все состоится. Я, соответственно, радостная. Все думаю, класс, собираем экипаж. Из-за пандемии поход был под угрозой срыва. Однако благодаря послаблению режима отправиться в путешествие все-таки разрешили. Ребята не просто плывут, но и выполняют разные задания по дороге. Мы отправляем их в походы по Новосибирскому водохранилищу, где они заходят в деревни, встречаются с ветеранами, проводят различные мемориальные акции, прибирают могилы героев, возлагают венки к памятникам, проводят и экологические десанты, то есть мусор прибирают. Ну а вечером желающая сельская молодежь может прийти к нашему костру, попеть песни фронтовых лет под гитару. Такая экспедиция – дорогое удовольствие. Нужны запасы воды и еды на несколько экипажей. И все же спонсоры нашлись. На сегодняшний день важно сделать все, чтобы нынешнее и будущее поколение чтили и уважали заслуги наших сограждан, воинские и трудовые. Мы благодарны военно-патриотическому объединению за предоставленную возможность участвовать в данном мероприятии и поддержать молодых ребят. Сейчас несколько экипажей юных моряков находятся в море. Они остановятся в Берске, Эскитиме, Быстровке, Бурмистрово. Домой вернутся только 20 августа. Дмитрий Антипов, Константин Менин, Новости ОТС.